Добрый день! Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. И сегодня пятница. Сегодня пятница. Само по себе уже неплохо звучит. Более того, поскольку сегодня пятница, мы будем подводить финансовые итоги недели. Как всегда, собственно, это и делаем. Поэтому присоединяйтесь к нам, включайте погромче ваши радиоприемники. Ну и, соответственно, чуть позже, ну или давайте сразу, я напомню, что вы можете с нами пообщаться в прямом эфире. Для этого есть телефон студии 6510-996, код Москвы-495. Либо можете написать нам на сайте финам.ФМ, задать вопросы или собственными наблюдениями поделиться. Кстати, вопросы уже есть. Заранее к ним мы приступим чуть позже. Представлю гостей. Оба сегодняшних гостя. Первый раз у меня в студии, но, я думаю, не последний. По крайней мере, в любом случае, они опытные аналитики. Это Евгений Кошелев, аналитик Росбанка. Евгений, добрый день. Добрый день. И это Дмитрий Ратачев, управляющий партнер концерн General Invest. Добрый день. Добрый день, Дмитрий. Итак, друзья мои. Итак, друзья мои. Давайте начнем, собственно, традиционно. Картина маслом. Картина маслом. 15.07 в Москве. Что же произошло и происходит в данный момент на финансовых рынках? Начиная с американской сессии. Вчерашние закрытия. Ну, вновь аплодисменты. У меня же руки уже... Ладошки я уже отбил. Аплодируя. Да, изо дня в день новым вот этим вот... Новым историческим максимумом американского рынка. ACP опять вырос на полпроцента. 1790. 1790. Страшная цифра какая-то просто. Жуть. Ну, так вот, он был не одинок в этом позитивном порыве, потому что и Dow Jones прибавил 0,3%. NASDAQ чуть скромнее 0,1%. Ну, а S&P 500, еще раз повторю, почти 0,5%. Далее. Азия. Азия тоже позитивно. 2. 2% Nikkei. 2% Nikkei в плюсе. Шанхай композиция. 1,5%. В общем, веселье. Везде веселье, я смотрю. Европа торгуется сейчас позитивно тоже. Ну, по крайней мере, FTSE 100 в моменте растет на 0,3%. Пытаются догнать... Не очень получается, но пытаются догнать индикаторы российского рынка. Своих старших собратьев. РТС в плюсе на 0,4%. 0,2% прибавляет МВБ. Рубль слегка слабеет. Смотрим на сырье и на рынок Forex. Brent 108.26 за бочку. LightSuite 94.30. Золото 1200. Ну, практически без движения. Всю неделю 1282 доллара стоит одна тройская унция. Евро-доллар также в достаточно узком диапазоне всю неделю стоит. Сейчас он в районе 1,3450. Ну, по крайней мере, после недавнего снижения, да, откорректировался и выглядит, по крайней мере, достаточно убедительно пока. Значит, голубые фишки в легком наборе. Разнонаправлены сегодня. Можно отметить, что падает сегодня лучше всех Ростелеком. Обычка почти на 2%. Растет лучше всех, что у нас. ВТБ 1,5%. 1,5% в плюсе. 1,3%. МТС прибавляет. Наше все. Газпром 0,2%. Сбербанк 0,4%. В общем, как всегда. Как всегда, туда-сюда. Тем не менее, все-таки, да, картина маслом достаточно позитивная. Ну, по крайней мере, и для пятницы, и для закрытия недели. А на этой неделе, как известно, было много важных событий. Событий и за рубежом, за пределами Российской Федерации, и событий и внутри, в пределах Российской Федерации. Что, естественно, давало возможность кому-то наверняка заработать. Кто-то, может быть, к сожалению, и потерял. Ну, это жизнь. Давайте начнем обсуждение. Итак, Жень, тебе первый вопрос. Что бы ты выделил из ключевых событий этой недели? Ну, такой традиционный вопрос. Ну, на самом деле, можно выбрать несколько, причем не обязательно на одном континенте событий. Не обязательно, абсолютно. Первое, наверное, по очередности, это вчерашнее заседание в Сенате, на котором... И выступление, главное, что ли. И выступление Джанет Йеллен в качестве номинанта на должность главы ФРС. Нет, просто слава, да, читая ассоциации, значит, номинанта на Оскар. Ну, я надеюсь, что... Кстати, Оскара я бы лучше господину Бернанке вручил, да, Йеллен еще не заслужил. А вот он заслужит, скажи, Дим, да? Я думаю, и она заслужит тоже. Ей предстоит также нелегкое время, в принципе. И много перемен ей предстоит реализовать. Но, собственно говоря, первое, что можно выделить из глобальных событий, то, что определяло направление не только на рынке акций, но и на рынке облигаций, и то, что беспокоит последнее время, там, последние, наверное, месяца 4-5. Основные темы она все-таки затронула и попыталась раскрыть, дать свое мнение. Настолько, насколько ей это сейчас позволительно. Второе, по значимости можно выделить, наверное, заседание Компартии Китая, на котором тоже определили целый вектор направлений, в которых будет двигаться, в принципе, уже не маленькая сторона, но еще и продолжающая расти. Несмотря на все там страхи и опасения, она не так-то быстро замедляется, поэтому не стоит ее сбрасывать со счетов и рассматривать как очень значимый тренд. И потом все пристально достаточно, да, за результатами, за проведением этого, да, пленума. Ну, сейчас пока сложно говорить о каких-то деталях, потому что еще не опубликовали подробные планы, но, в принципе, те основные моменты, которые они затронули, пожалуй, самые важные в области финансовых рынков Китая, в области социальной политики, в области жилищной политики, они, в принципе, очень важны, потому что они определяют целые сектора экономики, как они будут развиваться и двигать потребительские сектора, инвестиционные сектора в Китае. Вот, пожалуй, два момента, на мой взгляд, самые важные. Я понял. Дима? Ну, я тогда, наверное, скажем так, скажу непосредственно о рынке в целом, да, то есть, наверное, это день, который нам запомнился, это была среда, да, то есть, это... По какой причине? Снижение, снижение акций Мечелла. Снижение, какое слово-то забавное подобрал. Обвальное, обвальное снижение акций Мечелла. 40% снижение на 40% нормально. Ну, на самом деле, потом это вызвало некую цепную реакцию на российском рынке, да, то есть, мы увидели падение, в принципе, по всему сектору металлургов, вот, то есть, там Северсталь порядка 11%, там НЛМК около 6%, Сбербанк нам на 3%. Вот, на следующий день мы увидели, так сказать, да, отскок, да, технический, в котором мы, скажем так, увидели то, что акции Мечелла выросли там на 12%, потому что они росли в моменте. Ну, вот, наверное, скажем так, основные моменты касательно российского рынка, да, потому что, в целом, рынок, как говорится, сейчас очень шаткий, находится в неком таком, игроки боятся предпринимать какие-либо решения, вот, и, соответственно, движение идет разнонаправленное, но, в принципе, мы находимся в неком таком боковике и внимательно следим за... Многолетним причем, да? Многолетним, да, и внимательно следим за поведением заокеанских индексов. Я понял. Еще минутка есть, давайте мы пару слов еще, ну, по поводу российского рынка, да, Дима, поскольку ты обо нем заговорил, ну, вот, действительно, что касается Мечелла, еще, наверное, да, в детали мы потом с вами в детали эту тему обсудим, а, в принципе, какие-то еще идеи есть, вот, более-менее значимые на российском рынке, на твой взгляд? Ну, я думаю, что на текущий момент основное все-таки будет зависеть от того, куда пойдут американские индексы, да, в первую очередь, то, что мы сейчас видим обновление исторических хайов, и в зависимости от того, будет ли продолжаться этот рост, мы увидим, куда двинется российский рынок. Ну, нефт стоит на приемлемых значениях, поэтому, в принципе, да. Ну, даже вот попытаться просто взаимосвязь эту, если американский рынок продолжит рост, будет означать, что и российский будет подрастать? Ну, я полагаю, что да, я полагаю, что да, потому что у нас накопилось большое количество шортов на рынке, вот, то есть многие ожидают коррекции американского рынка, соответственно, если мы увидим, что американский рынок продолжает движение наверх, то я думаю, что наши бумаги тоже последуют. Я понял, я понял. Хорошо, хорошо. В общем, что называется для затравочки, да, мы обсудили какие-то общие события, ну, в целом, а сейчас, если можно, в детали будем входить, сейчас для начала прервемся, новости послушаем, потом продолжим. Ну что же, друзья мои, продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Евгений Кошелев, аналитик Росбанка, и Дмитрий Ратачев, управляющий партнер, концерн «Дженерал Инвест». Мы подводим финансовые итоги недели. Вы можете присоединиться к нашему эфиру, телефон в студии 651099,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ, звоните, пишите, спрашивайте. Ну, вопросы у нас есть, как я уже сказал, давайте я прям не откладываю в долгий ящик, начну с одного из них, поскольку все-таки тему, которую я хотел бы более детально обсудить, напрямую он и затрагивает. Пишет Артем. Как вы оцениваете выступление Елен? Какое влияние будет оказывать ее политика на экономику развивающихся стран? Значит, пополам разобьем вопрос в целом, как действительно мы оцениваем и в русле чего оцениваем выступление. Женя, тебе первый вопрос, да? Выступление Елен. И потом как раз вот связь с развивающимися странами. Очень интересно. Можно по порядку просто пройти. Она там выделила ряд ключевых моментов в своем выступлении. И первый момент, конечно, это то, что называется QE tapering, то есть сокращение программы количественного смягчения в контексте последних очень позитивных американских стат данных. В принципе, рынки уже, на мой взгляд, достаточно активно эту идею оценивали на протяжении 3-4 месяцев. И, соответственно, уже готовы ко всему, что либо скажет прям завтра, либо через полгода. Просто сейчас... Либо никогда, да? Ну и никогда. Это совсем вряд ли, потому что рано или поздно выкупят все в таком случае. Кстати, вот в ее заявлении почему-то это как-то не попало вот так вот на первые полосы, ну формально в кавычках, да? У нее была такая фраза, что рано или поздно все равно придется это делать. А вот на нее почему-то не обратили внимания. А обратили внимание на то, что... Нет-нет-нет, на это тоже обратили внимание. Это очень важная фраза, потому что в любом случае стоит оценивать политику американского регулятора с точки зрения того, как развиваются два основных компонента экономики, это инфляция и безработица. Рано или поздно эта программа, она выведет экономику из кризиса, ну там стагнации или очень взялого восстановления. Вот, соответственно, я склонен адресовывать эту фразу именно к этим тенденциям, а не к тому, что они там рано или поздно выкупят весь долг. Это противоречит немного принципам вообще управления госфинансами, потому что прямая монетизация, она чревата серьезным кризисом. Безусловно. Не, ну вот хорошая фраза, рано или поздно, Дим, рано или поздно они выкупят свой долг. Ну это теоретически, это ведь возможно. Рано или поздно они выкупят весь свой долг. Теоретически, конечно. Также теоретически возможно, что они просто его всем простят. То есть как бы это из такой же области. Но второй вариант мне больше даже нравится. Известная фраза, да? Я всем, кому я должен, я прощаю. Вот, соответственно, первый момент можно отнести именно к этой области. Второй момент, все-таки затронула она финансовое регулирование американских банков. И здесь мы уже увидели сегодня первые, так сказать, сигналы от рейтинговых агентств. Они начали сокращать, ну снижать рейтинги крупнейших финансовых институтов. Там попали под раздачу JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs. В принципе, для рынков последствий, вот как таковых, наверное, это не влечет, потому что, ну, крупные банки, у них есть лимиты, кросс-лимиты между своими сподвижниками. Они, скажем так, вряд ли пострадают от этого сокращения. Но сам индикатор того, что Федеральная резервная система будет в идеале бороться с проблемой самых крупных игроков, которые с малой вероятностью будут оказываться там в каких-то кризисных ситуациях, рассчитывая на то, что... Это та самая фраза, да? Он слишком большой, чтобы обанкротиться. Да, слишком большой, чтобы обанкротиться. Соответственно, налоговые вливания, которые делают население, там, американское, в конечном итоге не будет подвержено такому большому риску. Вот, это все в идеале. Но в любом случае, позиция Елен в этом отношении, она тоже дает понять, что не будет таких времен, когда было нерегулировано, ну, там, слишком дерегулированы рынки деривативов, слишком дерегулированы рынки капитала в целом. Соответственно, стоит воспринимать эти слова серьезно, потому что ей нужно утвердиться в новой должности, ей нужно восстановить доверие к системе, доверие к регулятору. И это очень важно, потому что доверие, оно, как правило, формируется не только в области. Мне кажется, здесь два, порой даже взаимоисключающих момента. С одной стороны, ей нужно утвердиться, и очень часто, да, большие люди на волне вот этого необходимости утвердиться просто популизмом, очевидно, откровенным занимаются. С другой стороны, речь идет об экономике, и здесь особо, да, язык не распустишься. Она будет занимать не такую должность, где ей нужно, скажем так, популизмом заниматься, наоборот. То есть она по определению уже, да? Регулятор должен быть более консервативным, предвидя риски. Вот ее задача сейчас некоторые послабления убрать. Соответственно, так, чтобы это не привело к новому кризису. Ну да, не дай бог, не дай бог. Я понял. Хорошо, будем считать, что это ответ на первую часть вопроса, да, Жень? То есть мы оценили выступление Елен, собственно, более-менее понятно это все. Дим, теперь вторая часть давай на тебе. Какое влияние будет оказывать политика Федрезерва? Ну, ее политика, я так понимаю, госпожи Елен, но понятно тоже, о чем речь. На экономике именно развивающихся стран. Потому что очевидно, да, продолжение программы Куи-3, вот реакцию-то мы видели вчера, да, собственно. Все радостно начали откупать. Кстати, валютный рынок в меньшей степени отреагировал, нежели фондовые площадки. Да, все верно. А вот развивающиеся рынки получат свой кусок пирога или нет? На мой взгляд, что да, в любом случае эффект от продолжения политики Бернанки, назовем ее так, он будет существенным. То есть, но в любом случае я ожидаю, скажем так, некий переток денег, который произойдет, который может произойти, если эта политика будет продолжена из-за развитых рынков в развивающихся. Потому что на текущий момент, по сути, мы видим, да, что американские индексы находятся на достаточно высоких уровнях. Там, да, говорить, что это там, скажем, максимум или минимум, это пока сложно. Но в любом случае страны БРИК, они явно очень сильно отстают. То есть, если мы даже возьмем там период последние два-два с половиной года. Поэтому, если политика, значит, политика количественного смягчения будет продолжаться, то я думаю, что мы увидим некий переток денежных средств, что вызовет рост на развивающихся рынках. Ну, а не очень люблю и понимаю, конечно, на этот вопрос сложно отвечать. Тем не менее, какие-то временные промежутки ты мог бы обозначить? Будет ли это до конца года? Будет ли это там первый-второй квартал следующего года? Ну, я думаю, что если мы не увидим каких-то, скажем так, сильных и резких изменений, что, в принципе, не должно происходить, поскольку как только она вступит в должность, я думаю, что будет какой-то период времени, когда она не будет принимать каких-то резких решений в ту или иную сторону. То есть, скорее всего, политика сохранится. То я думаю, что там в ближайшие полгода мы вполне можем увидеть некий рост на развивающихся рынках. Я понял. Кстати говоря, о неких резких движениях или неожиданных изменениях. Все-таки у нас, я так понимаю, если мы говорим о Федрезерве, у нас впереди еще одно, так сказать, важное событие с точки зрения политики. Это заседание декабрьское заседание Федрезерва. На него многие кивали, говоря о том, что вот в декабре уже могут... После последних payrolls, кстати, была такая мысль на рынке, что настолько хорошо там все нарисовали. Потому что пора сокращать. Пора сокращать. Может быть, даже в декабре уже будут сокращать. А тут, я так понимаю, немножко ожидания изменились. Там просто такая ситуация сложилась, что все, как правило, смотрят на одну-две цифры текущий месяц и предыдущий. Ну, потому что вот в календаре... Потому что это, да, это на календарном листе. Это все высветилось в один рядочек. Но если открыть ряд и посмотреть, то они очень сильно пересмотрели предыдущий месяц. И они пересмотрели их крайне позитивно. То есть там оказались очень сильные увеличения, соответственно, вот этих вот базовых цифр. Пусть даже безработица, как такой относительный показатель, он остался. Он хуже, 7,3 они нарисовали. Ни шатка, ни валка, 7,2, 7,3 колеблется. То, в принципе, количество занятых, оно выросло очень сильно даже за летний период. И поэтому, наверное, в момент, когда все увидели эти изменения, как-то резко захотелось в декабре увидеть уже решение. Ну, потому что как долго можно ждать? Уже скорее бы это случилось. Ну, в принципе, да. И, в принципе, уже... Уже мы больше об этом говорим, да? Не будет такой спекуляции, потому что, по идее, вот это все уже было заложено, когда только-только об этом заговорили. Вот. Соответственно, декабрь, там, январь, можно отнести это на те какие-то ключевые заседания, когда происходит пресс-конференция. Вот. Если я не ошибаюсь, вот, по-моему, в декабре как раз должна быть пресс-конференция. Поэтому даже не все, может быть, там, сейчас вероятность, там, процентов 30-40 относятся на декабрьское заседание. Все остальное, там, откладывается до марта. Это всего лишь момент. С точки зрения вообще целом монетарной политики США намного важнее то, что будут говорить по поводу процентной политики. То, что они будут определять в качестве ориентиров для ключевой своей ставки, для ставки Федерального резерва. Вот. И на какой период они рассчитывают ее удерживать на крайне низком уровне. То есть, речь идет о том, что КУЕ само по себе уже ничего не меняет, да, не решает в монетарной политике. А надо смотреть уже на базовую ставку. Когда ее начнут повышать, да, вот это уже будет изменение монетарной политики. А когда ее будут повышать уже, ГИМ, да, там, говорят, конец 14-го, уже 15-й год. Уже начало 16-го. Уже 16-й прозвучал, да. Это все относительно. Относительно успехов экономического роста и относительно ожиданий рынков. Кстати, вот вернемся к позиции Федрезерва, который озвучивал еще в свое время Бернанке, что два ключевых параметра. Это безработица в районе 6,5%, насколько я помню, да, и 2% инфляции. Да. А говорят о том, что позиция госпожи Елен отличается от позиции Бернанка, потому что она не очень пристально смотрит на инфляционное давление. Ей главное вот решить вопрос занятости. Вот в этом случае, да, мы можем говорить, что... Она будет более мягким. В какой-то степени она будет более голубиной еще, да, нежели ее... По-русски это звучит немного странно. Хорошо, я говорю, более мягким. Более-более мягким. Принимаю, спасибо. Просто здесь такой момент. Инфляция в США, она, ну, даже не исторически, она в моменте находится на очень низких уровнях. И говорить о том, что там на протяжении 5 лет она резко ускорится, очень сомнительное утверждение, потому что даже все программы КУИ не смогли ее особо разогнать. Все смотрят на определенный показатель ИПЦ, но на самом деле Федрес для себя выбрал базовый показатель, дефлятор потребительских... Давай только для слушателей, хотя у нас грамотные слушатели, расшифруем ИПЦ, это индекс потребительских цен, да, CPI, да, в английском? Да, и это некоторые расхождения в показателях, оно немножко дезинформирует. Вот, ориентир остается очень низким, поэтому безработица, но это социальная напряженность, это доходы населения, это, ну, как бы все, что вот налицо, поэтому вполне возможно. То есть откуда в конечном итоге, да, возьмется инфляция? Надо сначала, чтобы ребята зарабатывали, если они будут зарабатывать, у них есть работа, они пойдут тратить, а если они пойдут тратить, вот вам дальше там подсыпаются. Ну, как минимум так, ну, либо, если будет дефицит рабочей силы, то все захотят побольше зарплаты, и вот, пожалуйста, повод для инфляции. Наливай. Спасибо, ладно, значит, мы сейчас еще раз прервемся, новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Ну что ж, друзья, продолжаем, продолжаем наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ, подводим финансовые итоги недели. У меня в гостях Евгений Кошелев, аналитик Росбанка и Дмитрий Ратачев, управляющий партнер Consent General Invest. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании финам.ФМ. Следующий вопрос, пришедший от частного инвестора Александра. Частный инвестор Александр пишет, ну, опять пополам, да, из двух частей, хотя они взаимосвязаны, естественно, но из двух частей состоит вопрос. Первый, как влияет китайская экономика на российских металлургов и угольщиков? Кстати, о Китае тоже мы, да, более детально получим возможность поговорить. И, Дима, тебе вопрос, персональ, Дмитрий, а может ситуация с Мечелом напрямую связана с этим? Как быть в таком случае? Видимо, длинная позиция у Александра в Мече. Видимо, речь идет о Китае. Ну давай, откуда начнем? Ну, начнем, наверное, как раз с китайского рынка. Безусловно, я думаю, что ни для кого не секрет, что китайский рынок является основным для наших производителей алюминия и стали. Соответственно, ну, также речь идет и о угольных компаниях. Поэтому, безусловно, поскольку мы видим, что последние несколько лет рост темпов китайской экономики замедлился, соответственно, потребление, поскольку строительство в Китае идет более сдержанными темпами, чем это было ранее, то есть мы видим падение спотовых цен на алюминий, сталь, соответственно, основные активы, которые они потребляют. То есть можно сказать, да, что замедление, даже не замедление, падение цен в российских металлургах, это напрямую связь с замедлением. Да, 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 то есть дело в том, что цены на алюминий сейчас находятся на где-то трехлетних минимумах, вот, поэтому, соответственно, у многих наших компаний возникает ситуация, когда они производят больше, чем они могут реализовать, соответственно, именно для этого нужны какие-то каникулы, да, как, вот, если брать именно отдельную историю Мечел, да, как их называют, ковенантные каникулы, вот. Соответственно, да. Давай поподробнее, что там вообще с Мечелым-то произошло? Ну, помимо того, что его слили на 40%, да, причины? На самом деле, на следующее утро мы услышали официальные заявления от представителей Мечел, которые сообщили нам о том, что никаких, скажем так, никаких новостей, которые могли повлиять, чтобы компания упала на такие значения, не было. То есть, они заявили о том, что они ведут также переговоры в штатном режиме с банками о реструктуризации своего долга. Ну, то есть, проблема там какая, да? Глобальная ситуация, да, долг, на ВИС над Мечелым долг, назанимал он таких... Да, при стоимости компаний в полтора. То есть, это, в принципе, для рынка не новость, поэтому, скорее всего, это был просто выход очень большого крупного игрока. Ну, понятно. И, кстати, облигации, да, накануне, 150% торговали с Мечелым долгом. Да, все верно. Это началось как раз именно с облигационного рынка, а потом это перешло, да, на рынок акций. Околорыночная история. Ну, около, считай, непосредственно связаны... Если вы помните, в кризис 2008 года, помните, да, такая фраза от президента, тогда премьер-министра, правда, да, по поводу доктора. Да, 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 конечно, 2008 год. И, ну, вот как раз околорыночной истории связывают с тем, что кризис с 2008 года, ну, по крайней мере, для российского рынка, начал со слива Мечела. Сейчас мы опять видим минус 40, и вот такие вопросы я в Фейсбуке у себя вижу, там, от коллег, и вот такие куча вопросов. Начало это конца, да. Да, да, во-во-во-во. Как ты оценишь, Жень, как ты оценишь? На самом деле, я, ну, для себя вот пока не решил эту загадку, что произошло конкретно такого серьезного, что могу... Чтобы так, да? Чтобы так падать. Чтобы так вызвать такую реакцию вообще и на рынке акций, и на рынке облигаций, в принципе, я думаю, вакуум информационный, который свойственен нашему рынку, в некоторой степени до значимых событий, а такое происходит, несмотря на все, там, нормы регулирования, в принципе, оно могло просто спровоцировать небольшую панику, ни больше, ни меньше, и потянуло за собой все остальные акции, потому что, в принципе, ни мировая ситуация, ни ситуация в отрасли, она не способствует такой резкой коррекции. Ну, то есть там не так все хорошо, но, по крайней мере, не такой степени. И мировая экономика циклична, ну, восстановится это в ближайшие, там, пять лет. И, соответственно, они смогут покрыть для себя, ну, получить как минимум доход, выйти с небольшой прибылью. Вот, но то, что происходит вот в таких вот, может быть, сыграла еще какая-то низкая ликвидность в каком-нибудь сегменте, в том же сегменте облигаций, потому что, в принципе, даже в тот же кризис я видел падение вполне надежных облигаций, лишь только потому, что там не было ликвидности. То есть резкие изменения происходили, вот, и здесь, соответственно, такое произошло, что, в принципе, могло с того же рынка облигаций перекинуться на акции, потому что сыграл у кого-то margin call или с repo проблемы возникли, и все, все понеслось. Видимо, так, да, мы когда говорим о панике, да, это действительно... Да, ну, плюс к тому вспомнили восьмой год, подумали, что вдруг действительно вызвали... Да, здесь сразу все скелеты из шкафа сразу, да, на первый план выходят. Это да, это да, это да. Хорошо, ну, и, кстати, вот, если говорить о панике, да, 40% в минус, потом отскок, там, ну, вот, с учетом сегодняшних плюс трех, отскок на 15%, да, все-таки паника, если это исключительно паника, да, то есть не рыночные какие-то истории, паника, как правильно, восстанавливается на второй, на третий день? Дело в том, что мое мнение вообще о том, что Мечелл — это сейчас достаточно интересная компания для, скажем так, инвесторов, которые готовы рисковать, потому что если мы посмотрим географию расположения заводов Мечела, да, это все заводы, они градообразующие. Поэтому, на мой взгляд, что компанию, безусловно, никто не оставит, соответственно, какие-то меры мы все-таки, я думаю, что мы увидим, то есть это будет либо реструктуризация долга, либо, может быть, поглощение более крупным игроком. Поэтому, на самом деле, на мой взгляд, что акции Мечела для, скажем, инвесторов с повышенным уровнем риска сейчас — это интересная инвестиция. — Вопрос на засыпку, что называется? Ну, на засыпку не вас, конечно же, да, один из моих коллег так тоже, ну, много всяких слухов, да, вы же знаете, те, кто торгует на рынке, любят всякие неподтвержденные какие-то теории выдвигать. Вот один из моих коллег, так, посмотрев на Грассик и вспомнив в свое время РАУ-ЕС, вот как-то аналогию какую-то провел. Не может быть аналогии здесь? — Ну, понимаете, дело в том, что так сразу сейчас судить достаточно сложно, потому что все-таки тогда это совпало и с реформой, да, которая была в отрасли в целом. Также кризис, то есть, на самом деле, тут, скажем, несколько просто факторов, они сошлись воедино и в одно время. Поэтому сейчас, наверное, так говорить пока что преждевременно. — То есть прямой аналогии все-таки здесь нет, наверное? — Я думаю, что пока нет, то есть, хотя все, как говорится, время покажет, да, то есть это все зависит от решения руководства. — Ну, в любом случае, смотри, если ты торговую идею, да, вот эту рекомендуешь, то сейчас, собственно, акции Мечила, да, для покупки хороши, там, на средний, на долгосрочный какой-то период, да. — Ну, я думаю, что безусловно, но опять же, я повторюсь, что это исключительно для инвесторов с повышенным уровнем риска, да, то есть и на какую-то там часть от портфеля, то есть, который каждый для себя определяет сам. — То есть все-таки нужно, да, нужно еще и помнить, что может случиться неприятность. — Нет, конечно, безусловно, потому что это так называемый стрессовый актив в данном случае. — Стрессовый. — Конечно. — Хорошо, Дим, спасибо, Жень. Ну, и еще пару слов буквально, да, у нас еще время есть, там, до следующих новостей. По поводу Китая все же. Вот Китай, да, как мы уже только что сейчас вместе с вами все подтвердили, безусловно, очень тесно связан, да, с нашими, в частности, российскими металлургами, производителями. — С Китаем, на самом деле, весьма интересная ситуация складывается, и складывается она не только с тем, что тот объем инвестиций, тот объем стимулов, которые в кризисные годы заложило китайское правительство в качестве меры поддержки экономики, они, по сути, предложили потратить ценную сумму денег для того, чтобы построить определенные инфраструктурные проекты. Сейчас очень много вопросов на тему того, насколько эти проекты эффективны, и плюс к тому, кто будет за них расплачиваться в итоге, потому что долг плавно смещается на муниципальные какие-то образования, которые не имеют как такового источника дохода, потому что все-таки там централизованная экономика, и доход стекается в государственную казну. Вот, соответственно, одной из предлагаемых реформ рассматриваются, там, некоторые меры поддержки муниципальных образований, там, ну, может быть, какие-то дополнительные кредитные линии, может быть, это будут, скажем так, лимиты на объемы долга, и часть будет просто сверхлимита как-то погашена, покрыта. Просто эти суммы, они настолько велики, что, во-первых, их страшно озвучивать, их никто до конца не посчитал, там речь идет о триллионах юаней, вот, во-вторых, качество исполнения этих проектов, ну, что они там, может быть, настроили, развалится через энное количество лет, не выполнив всего инвестиционного срока жизни, вот, соответственно, тоже как-то не хочется обнародовать какие-то, ну, нелепые ошибки бывают. А, кстати, вот по поводу качества, оно развалится, говоришь, ну, предполагаем, да, потому что оно китайское? Нет, нет, не потому что китайское, потому что строится быстрее, чем обычно, может быть, используется просто менее качественное сырье. Здесь не обязательно должна быть такая прямая параллель. Я вообще полагаю, что, в принципе, Китай за последнее время улучшил качество продукции. Если 10 лет назад китайское было, да, синонимом плохое обязательно, то сейчас далеко не так. Меняется просто политика, политика производства, и, в принципе, уже даже есть признаки того, что труд дешевее в США, и туда периодически возвращаются некоторые производства. А в Китае растет качество производственного продукта, и процессы улучшаются. Соответственно, не обязательно ассоциировать качество и китайский знак. Согласен. Ну, второй момент, в принципе, рынок недвижимости Китая тоже достаточно такое темное пятно на истории этой страны, потому что там немного несбалансированное развитие происходит. Там урбанизация населения, пытаются как-то переселить целенаправленно людей из одного региона в другой. Но если так задаться, по большому счету, логикой, то если люди занимались сельским хозяйством, пересели их в город, чем они там будут заниматься? Город не переносит дохода. То есть нет сферы услуг, нет малого и среднего предпринимательства. Здесь тоже такие моменты неприятные. Поэтому есть даже некоторые города, которые просто пустые стоят в Китае. Это тоже, по сути, проблемная инвестиция. Но с точки зрения правительства, то, что Китай сейчас пытается сделать, он пытается повысить, скажем так, неявные стимулы для эффективного инвестирования, пытаются регулировать процентные ставки таким образом, чтобы не было каких-то теневых потоков, которые, собственно, и питают вот эти вот источники неправильных распределений в области инвестиций. И в этом отношении, конечно, наверное, группа развивающихся рынков во главе с Китаем может немного пострадать. Если потоки будут разворачиваться и будут разворачиваться в негативную сторону из-за того, что из Китая убегают люди, инвесторы, то здесь, наверное, ну, некоторые... Кстати, мне понравилась фраза «группа развивающихся рынков во главе с Китаем». Это действительно так, да? Китай во главе стоит, думаю? Ну, я думаю, что да. То есть во многом просто он определяет, да, вот этот интерес инвестора к развивающейся экономикам, да, с него начинается этот интерес. Он определяет целый Тихоокеанский, ну, Азиатско-Тихоокеанский регион, потому что там сложно отделить Китай даже от той же Японии, потому что это взаимосвязанные рынки. Там Индия близко стоит, Австралия вообще очень сильно завязана на Китай, и у них проблемы вплоть до бюджетных могут возникать из-за того, что там в Китае спад в каком-нибудь конкретном отраслевом сегменте происходит. Вот. Соответственно, Китай, он лидер. Лидер, да, и в регионе, да, как ты правильно сказал, и лидер в группе компаний БРИК, да, группа компаний. Так, хорошо, значит, у нас еще раз с вами пауза сейчас возникнет. Послушаем новости с интересом, послушаем эти новости на Финам, и потом продолжим эфир. Ну что ж, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Подводим финансовые итоги недели. Я напомню, в гостях сегодня Евгений Кошелев, аналитик Росбанка Дмитрий Ротачев, управляющий партнер концерн General Invest. Телефон студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компания финам.фм. Значит, есть у нас еще несколько вопросов, касаемых уже российской действительности, и в частности, судьбы рубля. Ну, о судьбе рубля, наверное, мы можем говорить более оптимистически. Судьбы доллара в сфере последних событий. Вот. Ну, чуть позже. Все-таки у меня еще есть вопрос вне Российской Федерации. Значит, пристально мы смотрели за последними событиями на валютном, в частности, рынке, в паре евро-доллар. Пристально смотрели, ну, по крайней мере, по поводу того, что ЕЦБ на прошлой неделе снижает ставку рефинансирования. Снизил, точнее, ставку рефинансирования. Движение было достаточно резкое, потом оно каким-то образом уже, да, акцент опять перешел на доллар, естественно, с точки зрения американской экономики. А вот на этой неделе предварительный ВВП за третий квартал еврозон опять не порадовал. Кстати, евро практически на это не отреагировал. Так вот, да, исходя из вот этих последних событий, что можно сказать по поводу перспектив еврозоны все же? Выходит ли она действительно из рецессии или это было ошибочное мнение? Поторопились, Жень? Ну, в двух словах я могу сказать только то, что сам факт рецессии или не рецессии, или выхода из нее для еврозоны сейчас, наверное, второстепенный момент, потому что там есть ряд политических, таких глобальных политических проблем. То есть у них стоит очень сложная задача по созданию банковского союза. И, наверное, за рамками экономики я ставлю это событие на первое место, потому что сейчас в Германии новое правительство, ну, старое новое правительство. И им предстоит как бы возглавить опять эту борьбу за новый банковский союз, вот, и решить целую проблему скрытых для глаз, для рынков рисков, которые находятся в банках локальных в странах еврозоны. По этому поводу, да, очередной стресс-тест они готовят сейчас? Да, в принципе, это взаимосвязанные события, но там есть чуть более сложные аспекты, связанные с тем, что ЕЦБ будет еще вовлечен в надзор за этими банками, поэтому надо просто понимать, какие риски он берет на себя. Вот, соответственно, с точки зрения в рецессии они, да, небольшая рецессия есть. То, что там было во втором квартале, небольшой всплеск активности, ну, там есть банальные какие-то статистические факторы, там небольшая сезонность проявляется. В принципе, это для показателей экономических это нормальная ситуация. С точки зрения, что их ждет в будущем, там год, два, три, здесь, наверное, все-таки восстановление будет первые несколько лет очень таким медленным, потому что у них все-таки остается разбалансированным политика расходов, и есть страны, которые накапливают большие объемы сбережений, но не тратят, и есть страны, которые накапливают большие объемы сбережений, не тратят, они уводят их в страны, где надежно сбережения можно сохранить. Вот, и в этом отношении, конечно, еврозона, ну, она не является слабым регионом потенциально, они очень хорошо справляются с последствиями недавних проблем, долговых проблем со странами, там, Португалия, Ирландия, Греция. Соответственно, для них сейчас важно просто оценить масштаб рисков, и этот механизм просто, ну, наверное, накопление госдолга там на проблемных банках, которые могут в итоге просто как-то схлопнуть некоторые регионы, просто взять под контроль. Вот это три года, три-четыре года, это будет вести к вялому темпу роста, но в дальнейшем это просто подстегнет кредитную активность, потому что банки переключатся с покупки госдолга на кредитование населения. Ну, главное, опять-таки, да, мнение такое, что Европе не грозит никаких там очередных кризисов, может быть, глобальных там или не очень глобальных, да? Она будет вяло-вяло, но расти, да, Дима? Ну, на мой взгляд, я бы пока столь оптимистичным бы не был, да, то есть я все-таки считаю, что, безусловно, пока что нужно наблюдать, да, за как бы развитием, за тем, как будет происходить там событие. Поэтому, наверное, действительно говорить о том, что они уже выходят из кризиса, да, или там из рецессии, пока что преждевременно. А вот снижение ставки рефинансирования на прошлой неделе? Безусловно, я считаю, что это верный шаг. Стимулирование их внутренних. Верный, но недостаточный. Ну, есть еще 0,25. Нет, там есть депозитная ставка нулевая, можно отрицательной сделать. Да, совершенно верно. Перестали накапливать на счетах в Центральном банке. Чтобы, да, в работу деньги. Швеция так использовала этот механизм, в принципе, достаточно успешно. Плюс к тому еще могут пойти по направлению ФРС, добавить еще ликвидности. Причем заявление об этом, да, периодически? Да, они готовы. Как они говорят, мы готовы сделать это, но когда и в какой форме. А что касается евро, его судьба, Дима, как тебе видится? Ну, когда, если помните, в прошлом году мы видели евро на отметке там ниже, чем 1,3, да, то есть вот в тот момент как раз, наверное, вот наши рекомендации были как раз накапливать инвестиции именно в евро. Вот, то есть, на мой взгляд, на текущий момент там 1,34, там почти 1,34, 5, это достаточно хороший уровень, и я думаю, что какое-то время мы увидим. Ну, нет, я бы не сказал, что покупать, я думаю, что, скорее всего, на этом уровне мы увидим некую консолидацию между валютами. Жень, ты как на евро смотришь? Я, в принципе, вот, если выйти за рамки диапазонной торговли, которую мы наблюдаем от периода к периоду, там, от месяца к месяцу, общий тренд, мне кажется, все-таки окажется за долларом. За долларом. Вот, ну, такой, наверное, среднесрочный тоже, потому что первоначальные ожидания по тому, как экономика США будет этой осенью выходить из своего кризиса, там, и с госдолгом связанной, и с фискальными небольшими проблемами, немножко не оправдались. Но общий тренд, он остается на то, что экономика США будет опережать экономику Европы, поэтому доллар, скорее, будет стоить чуть дороже. Ну, там, в принципе, 1,3 в начале следующего года, первый квартал, это вполне реалистичная, на мой взгляд, оценка. Ну, и потом, здесь, наверное, еще надо добавить, что если мы говорим все время, да, или ожидаем сворачивание к УЕ, да, любое сворачивание, это шаг к укреплению доллара. Ну, по большому счету это уже заложено там. То есть, какое-то небольшое движение вызовет, но так, чтобы прям сильно перевернуть модель. Здесь все-таки, на мой взгляд, важны макро-тенденции по темпам роста экономик, и Америка, очевидно, возглавляет этот эшелон среди развитых стран. Я понял. Хорошо, ладно, бог с ней, с Америкой, им и так неплохо живется. Давайте, да, к родимым пенатам, что называется, вернемся. Итак, пара доллар-рубль. С этой точки зрения сначала обсудим ситуацию, ну и потом, если, Жень, не возражаешь, Дим, не возражаешь, прокомментируйте последние заявления наших политиков. Вздыхаю ей тяжело. Даже интересно стало, что за политики, и что они успели заявить. Все, что ты слышал уже. В последнее время, потому что иногда бывают очень такие, ну, не абсурдные, но около того заявления, что все плохо, мы движемся в никуда. Но, в принципе, я, наверное, отношусь к рублю либо нейтрально от момента к моменту, либо с небольшим позитивом, потому что в целом российская экономика, у нее есть свои слабые стороны, и эти слабые стороны будут развиваться еще в ближайшие полгода-год, но в среднесрочном периоде российские... Подожди, я не понял немножко. Слабые стороны будут развиваться? То есть... Пока не до конца понятно, как будут реализовываться инвестиционные программы в ближайший год, в связи с тем, что сократили объем инвестиционных компонентов в тарифах. Вот, соответственно, будет ли сильный негативный шок или нет, мы узнаем, но это в ближайшие пару месяцев, когда хотя бы увидим программы этих госкомпаний, которые объявят, сколько они хотят инвестировать в следующем году. Вот, но рубль в целом, он выглядит, скажем так, справедливо оцененным сейчас среди развивающихся рынков и справедливо оценен к своим фундаментальным показателям, будь то показатели платежного баланса или же показатели, ну там, скажем, самый такой основной ориентир — это нефть. Вот, соответственно, здесь я не вижу каких-то серьезных предпосылок к тому, чтобы резко бросать позиции в рубле и выходить из него в пользу евро, доллара или еще какой-нибудь там экзотической валюты. Ну, экзотической говорить не будем, да, в пользу долларов. Да, я солидарен абсолютно с позиции Евгения, значит, дело в том, что мы на прошедших двух, за прошедшие две недели мы увидели достаточно сильное укрепление доллара, да, то есть он, значит, порядка 31,6 мы увидели две недели назад, да, сейчас мы наблюдаем 32,6. Значит, соответственно, на мой взгляд, в ближайшие, там, три месяца можно ожидать укрепления рубля, то есть некое, но в целом, да. Все-таки ориентиры какие возьмем? До конца года, что логично, да? Да, я думаю, что да. И потом, условно говоря, там первый квартал. Да, я думаю, что до конца года мы увидим некое укрепление, поскольку если все-таки, да, то есть наши, если все-таки американские индексы будут продолжать свой рост, то я думаю, что российский рынок будет также расти, соответственно, мы увидим в любом случае укрепление рубля. Вот, что касается там первого квартала, ну, наверное, что, опять же, пока строить прогнозы рано, то есть нужно посмотреть хотя бы, как пройдет у нас там период до середины декабря, вот, после которого мы уже сможем тогда делать какие-то выводы. Но в целом, в целом, скажу так, я от многих инвесторов слышу заявления о том, что мы инвестируем только в долларах, да, то есть покупают одиары. На мой взгляд, если это связано исключительно с тем, что пытаются, да, убрать курсовой риск, да, то есть убрать валютный риск, то это не совсем оправдано, да, поскольку сейчас я не вижу больших угроз для того, чтобы сильно вырос доллар. Я понял. Или сильно ослаб рубль, да? Да, или сильно ослаб рубль, да. Добавишь что-то? В принципе, я могу сказать только то, что если смотреть на глобальные рынки, то Дмитрий правильно там пояснил по поводу отношений инвесторов к рублю, и ближайшие два месяца, наверное, до декабря это будет определяться динамикой ключевых индикаторов фондовых рынков, ну и, скажем так, мировых фондовых рынков и ключевых валют. Просто есть у рубля еще и локальные факторы, и здесь, в принципе, за последние пару месяцев мы увидели очень активные действия регулятора. С одной стороны, рубль приближается к своему плаванию, к своему просто плаванию абсолютному, без поддержки регулятора, и следующий год будет в этом отношении критическим, потому что регулятор анонсирует планы по переходу к плавающему курсообразованию. Это может быть небольшим негативным шоком. А, кстати, да, вот в случае критической, то есть... Может быть небольшим негативным шоком, но в то же время все тогда будет просто определяться глобальной экономикой и локальной экономикой, потому что сейчас есть некоторые моменты в динамике рубля, динамике бивалютной корзины, которые, ну, можно, скажем так, с некоторой условностью соотнести с игрой, с регулятором, когда они пытаются какие-то уровни там завоевать и... Нет, ну, а так и есть, если регулятор регулирует, правильно? Он говорит, ребята, вот выше не пойдете, все продают, ниже не пойдете, все покупают. Что же здесь-то удивительно? Вот, соответственно, это первый момент. Жень, я прошу ощущения, я с удовольствием бы тебя еще послушал, но у нас время заканчивается, к сожалению. Поэтому я вас благодарю, уважаемые гости. Евгений Кошелев, Дмитрий Ратачев, сегодня были в студии Сухого Остатка. Мы подводили финансовые итоги недели. Неделя удалась. Неделя, да, была ого-го. Дай бог, чтобы так было и дальше. Я говорю, так же интересно. Всего хорошего, успехов на рынке. До свидания. Спасибо.